МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу события в студии прямого эфира Илья Кокарев. И вот о чём я и мои коллеги-корреспонденты телеканала «Экспресс» расскажут вам в этом выпуске. К зимнему сезону полностью готовы. В Пензе обновился автопарк снегоуборочной техники. Мы хорошо поработали по технической оснащённости жилищно-коммунального хозяйства. Очень хорошо. Такого очень давно не было. Естественные науки и в теории, и на практике. В школе села Старого Дёмкина Шемышевского района открылась точка роста. Реакция происходит с выделением большого количества тепла и фиолетовых паров вёдов. И неувидающая история любви в исполнении новых актёров Пензенского областного драмтеатра. Главную роль в спектакле «Ромео и Джульетта» исполнила ведущая «Утронная экспрессия» Дарья Шнейдер. Здесь очень много текста накладывается на музыку, и надо успеть сказать в определённые точки. Магистрали, внутриквартальные территории и придомовые. На этих участках уже через считанные недели придётся серьёзно начать трудиться коммунальщикам. Облегчить им работу должна новая техника. Снегоуборочные машины, закупленные за последние два года, продемонстрировали сегодня на территории Пензоавтодора. В 2022-м автопарк обновился ещё на 30 машин. Готовность к зимнему сезону оценил глава региона Олег Мельниченко и наша съёмочная группа. Новые есть новые, конечно, всё уже здесь по-другому, как говорится. Когда молодой человек, значит молодой, а старый, значит старый. Владимир Кулябин – коммунальщик со стажем. Последние полгода работает на самосвале. Он, как и многие его коллеги, осваивает новую технику, которая незаменима в непогоду зимой. Этот роторный снегоочиститель уже показал себя в деле. Навесную конструкцию на трактор купили в конце 2021 года. Прошлую зиму отработали на ней. Фантабель, конечно, быстро грузит снег. Везде удобно. В центре мы убирали, в Микерово. И везде, в Суворово. За счёт высокой производительности скорость уборки будет большая. И мы будем выполнять нормативность по приведению города в порядок после большого снегопада. Четыре штуки ещё такие мы будем сейчас приобретать. Да, но здесь важно ещё что. Важно то, что магистрали мы научились чистить. И прошлая зима показала, что по магистрали мы отработали хорошо. А вот междворовые территории... А это вот у нас тоже технику. Соответственно, надо чистить междворовые территории. Соответственно, технику надо распределить по районам. Губернатор Олег Мельниченко, осматривая обновлённый автопарк, а в этом году было закуплено ещё 30 единиц спецтехники, отметил, промедление с вывозом снега может парализовать жизнь города. Чтобы этого не произошло, нужно активнее работать и с управляющими компаниями, которые порой не выполняют свои обязанности по расчистке дворов. Бороться со стихией в предстоящую зиму нужно комплексно. Все ресурсы есть. Мы хорошо поработали по технической оснащённости жилищно-коммунального хозяйства. Очень хорошо. Такого очень давно не было. Практически обновили парк. Такого не было никогда в истории. И к зиме у нас 157 единиц пойдёт. И мы ещё 7 единиц подготовили для передачи другие муниципальные подразделения области в качестве оказания им помощи. Документы оформляются. Они прибывали, выбирали то, что возможно. Поэтому мы готовы всё это передать. Чтобы они в зиму пошли. На сегодня машины готовы к работе на 98%. Заранее позаботились и о жителях областного центра. Чтобы пензенцы твёрдо стояли на ногах в гололедицу, пешеходные зоны будут посыпать песко-соляной смесью. Её заготовили больше 16 тысяч тонн. До конца этого года у нас песко-соляной смеси хватает. Также подготовлены 52,6 тысяч тонн галита. Это для обработки мостов и путепроводов. И био-норды у нас подготовлены ещё 2 тысячи тонн. Школа в селе Старом Дёмкине Шимышейского района открылась в 1975 году. Но с недавних пор занятия там проходят по самым современным стандартам. В рамках нацпроекта образования в учреждении была создана точка роста естественно-научной направленности. На одном из уроков побывал Алексей Юшин. На таком уроке педагогу не приходится следить за тем, чтобы ученики не отвлекались. Отвести взгляд от происходящего сейчас не проще, чем отделить атом углерода от кристаллической решётки алмаза. Словно зачарованные дети следят за каждым действием учителя, лишь изредка задавая вопросы. Сделать занятия столь зрелищными и творческими помогло создание в школе села Старое Дёмкино центра образования «Точка роста». В 2021 году на миллион сто тысяч рублей было приобретено оборудование для кабинетов химии, физики и биологии. С начала этого года в регионе было открыто 22 подобных центра. Три из них в Шимышейском районе. Как работает этот, приехал проверить министр образования области Алексей Комаров, который, к слову, и сам в своё время увлёкся естественными науками благодаря интересному опыту на уроке. В школе у нас был преподаватель такой, Емма Александровна. Она нас заинтересовывала, где-то заставляла. И в один момент она говорит, ну, Комаров, ну чем тебя можно заинтересовать? Я говорю, давайте мы посмотрим какие-нибудь опыта разнообразные. Ещё одно преимущество современной лаборатории – она позволяет изучать естественные науки не в теории, а на практике. И вот благодаря вот этому новому оборудованию, которое было поставлено, они могут произвести опыт. То есть это будет либо теплоотдача, если они это наливают в алюминий, в резервуар, либо сохранение тепла, если они это наливают в термос. Больше 20 лет назад занимательный опыт в школьной лаборатории навсегда изменил жизнь одного ребёнка. А теперь он, уже в статусе министра, старается привить другим интерес к науке. Ну вот элементарно, как нарастить кристаллы? Самый простой, все знают или нет? Берём банку, делаем очень серьёзный соляной раствор, такой прям плотный-плотный-плотный. Берём крышечку, вешаем верёвку, так как она вам нравится, или вешаем какой-то, не знаю, элементарные скрепки, и через какое-то время за счёт испарения происходит кристаллизация. У вас свой кристалл. Теперь о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Число заражённых за день в регионе продолжает снижаться. Так, за минувшие сутки лишь 103 пензенца получили положительный тест на ковид. Из них только 9 человек госпитализированы в медицинские учреждения. Остальные проходят лечение дома. Также стало известно, что с болезнью накануне не справились два пациента. Выздоровело в то же время 72 человека. В том числе и для перенёсших коронавирус пациентов в Пензенской области открываются амбулаторные реабилитационные медицинские центры. Теперь такой действует и при 6-й городской больнице. Он стал четвёртым в регионе. В чём его особенности и кто может получить помощь там, расскажем далее. Амбулаторное отделение медицинской реабилитации городской клинической больницы номер 6 открыло двери для тех, кто уже прошёл лечение в стационаре. Процедуры, проводимые здесь, помогут пациентам после перенесённых инсультов, инфарктов, коронавирусной инфекции и травм суставов. Направление на медицинскую реабилитацию в поликлинике, в поликлинических условиях, амбулаторных условиях, выдаёт лечащий врач по месту жительства, либо идёт заключение из напрямую и из стационара. За счёт федерального и областного бюджета в клинической больнице получилось 153 единицы оборудования на сумму более 80 миллионов рублей. Отделение рассчитано на 15 человек. Для региона это принципиально новое направление в оказании медицинской помощи. Но самое главное отличие в медицинской реабилитации в моторных условиях, равно как и на других этапах, это оказание медицинской помощи в составе команды. То есть судьбу одного пациента в поликлинике решает не один конкретно лечащий врач, а целая команда специалистов. Теперь пациенты за три часа могут пройти процедуру в кабинетах массажа, лечебной физкультуры, физиотерапевтическом и логопедическом. Раньше для этого им было необходимо объехать несколько больниц. Их реабилитация заключалась в разрозненном посещении лечебных учреждений. Не было централизованного и потоков оказания медицинской помощи. В среднем курс лечения составляет 10-14 дней. Все нуждающиеся в оказании данного вида помощи жители города получат ее вне зависимости от места проживания. У Елены Александровны была серьезная травма колена. Женщина перенесла несколько операций, но подвижность сустава восстановилась не полностью. Особенно трудно было подниматься по лестнице. Сейчас вот благодаря этому центру я начинаю разрабатывать свою коленочку, и мне становится намного лучше. Еще несколько таких реабилитационных центров уже работают в различных медицинских учреждениях региона. И в скором будущем их количество увеличится еще. К происшествиям на дорогах. Накануне поздно вечером на 633-м километре федеральной трассы М5 Урал в границах Пензы произошло смертельное ДТП. Отечественная легковушка протаранила стоящий на обочине грузовик с полуприцепом. Одна из возможных причин аварии – несоблюдение скоростного режима. Удар был настолько сильный, что автомобиль полностью оказался под большегрузом. Шансов выжить у 38-летнего водителя «Лады» практически не было. Мужчина скончался на месте происшествия. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и условия совершения данного дорожно-транспортного происшествия. Культурным событием в спектакле «Ромео и Джульетта» Пензенского драматического театра произошло обновление актерского состава. Главную роль в классической истории о вечной любви впервые исполнила молодая артистка Дарья Шнейдер. Насколько сложно было влиться в шекспировскую трагедию, которая без малого идет на сцене нашего театра уже 9 лет, узнала моя коллега Анна Воронова. До спектакля еще несколько часов, но Дарья Шнейдер уже вовсю готовится. У актрисы, а теперь и новый ведущий «Утрон на экспрессе» в постановке «Ромео и Джульетта» главная роль. Все это, по словам девушки, безусловно, накладывает определенный груз ответственности. Она уверена, постановку обязательно будут сравнивать либо с кинолентами, либо с вариантами спектакля, которые ставились на сцене Пензенского драмтеатра ранее, в 2014 и 1994 годах. Кстати, 28 лет назад Джульетту играла Татьяна Карпекина, которая также была ведущей одной из программ на нашем телеканале. Здесь очень много текста накладывается на музыку, и надо успеть сказать в определенные точки. Вот это вот, ты как бы дома репетируешь один, потом выходишь на площадку, репетируешь с партнером, потом включается музыка, и вы либо не успеваете сказать в этот промежуток времени, либо наоборот, раньше сказали, стоите, ждете. И здесь ты должен настолько распределиться, чтобы это все попало прям по временным отрезкам. По словам Дарьи, Джульетта сильно отличается от нее самой. Она резкая, вспыльчивая, эмоциональная. Погрузиться в образ девушке помогали ее коллеги. Кстати, это один из немногих спектаклей, где на сцене практически нет декораций. У него минимум декораций, и потому что есть артисты на сцене, где ты можешь показать всю свою мощь, силу. В этом и прелесть его театра, что здесь минимум декораций и максимум артистов, их возможностей. Сейчас мы поставим здесь замок, вот это все сделаем, а что потом нам играть? А вот это сложнее, вот эту атмосферу ее сложнее преподнести. Поэтому я вот за такое, если честно. Это поинтереснее будет, чем сейчас все мы построим тут. Спектакль прошел при аншлаге, несмотря на то, что сюжетная линия знакома каждому. Все знают, как закончится история. Билеты в Большой зал были раскуплены задолго до премьеры. Трагедия в двух действиях длится три часа. Посмотреть постановку в следующий раз можно будет 17 ноября в 18.30. Региональный фестиваль «Венок дружбы народов» подошел к своему завершению. Праздничные дни различных национальностей объединили вместе сотни людей. О своей культуре рассказали и представители еврейской общины. Мероприятие прошло в стенах Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова. Оттуда наш следующий репортаж. На время фойе Пензенской областной библиотеки превратилось в пространство, где можно познакомиться с еврейской культурой. Здесь и блюда национальной кухни, и выставка. А в самом центре импровизированная сцена, где гостей приглашают потанцевать. Праздник проходит в рамках областного фестиваля национальных культур «Венок дружбы». К нему присоединились и другие автономии. По словам представителей Пензенской еврейской религиозной общины, они общаются на постоянной основе. Говорят, что человек и общество, оно сильно именно, когда каждая самая маленькая, немногочисленная народность и так далее, себя уютно чувствует, достойно развивается. От этого общество только выигрывает и процветает. Поэтому поддержка всех народов – это залог развития, успеха государства, области, сурского края. Для гостей подготовили и небольшие выступления. Так, студент Пензенского колледжа искусств Никита Клемешин несколько месяцев разучивал элементы национальных танцев. Рассказывает, очень важно передать настроение и попасть в темп. Больше движений – это вот сложность, потому что их надо сначала как-то в себе прочувствовать это все. Вот этот еврейский народ, их национальность, их праздник. А потом уже, да, и ты должен вот этот темп чувствовать. Сначала он медленно, медленно, потом он ускоряется, ускоряется, ускоряется. И все, и там уже сама душа разыгрывается. День еврейской культуры стал завершающим в цикле праздников фестиваля «Венок дружбы». Активным представителям автономии вручили благодарственные письма губернатора Пензенской области. Отмечу большой созидательный вклад ваших активистов в совершенствование плодотворного межнационального и межрегионального диалога. И, конечно, еврейская община Пензенской области активно участвует в делах просвещения, милосердия и благотворительности, воспитании молодежи, решении насущных вопросов нашего общества. Желаю всем участникам сегодняшнего праздника крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех добрых делах и начинаниях. Уже второй в областном центре. В еще одном пензенском образовательном учреждении появился класс героя. Такого почету удостоилась 53-я гимназия. Торжественная церемония открытия стала для ее учащихся настоящим событием. Юрий Конгуров подтвердит. Краткая биографическая справка, приготовленная самими детьми о Василии Афанасьевича Глазунове. Теперь второму Б есть чем гордиться. Их класс будет носить имя советского генерала. Ну давайте, поаплодируем. Это уже второе открытие подобного кабинета в Пензе. Класс героя – совместный проект Ассоциации школьных музеев области и регионального отделения военно-исторического общества. Цель одна – сохранение памяти о героях своей страны. Мы выбираем, во-первых, чтобы в этом классе учились активные детишки, которые не только своим поведением, но и знаниями доказывают, что они готовы носить такое гордое имя героя Советского Союза. Хотел бы, чтобы класс не просто носил имя нашего знаменитого земляка, но чтобы вы могли проводить тематические мероприятия, участвовать в научно-практических конференциях и изучать жизненный путь Василия Афанасьевича и заниматься исследовательской работой. В 53-й гимназии всегда активно велась воспитательная работа. Теперь она выйдет на новый уровень. В знак уважения к важному для них имени второклашки надели памятные значки. То, что такой класс появился в нашей гимназии, конечно, это огромный ресурс для проведения воспитательной работы и для воспитания любви к нашему замечательному Отечеству. До конца учебного года авторы проекта планируют открыть шесть таких классов. Они уточняют, что новая патриотическая инициатива рассчитана не только на начальное звено. Аналогичные кабинеты могут открыться и в среднеспециальных учебных заведениях и вузах. Кульминацией открытия, как и теперь, станет торжественное принесение клятвы. Хорошо учиться и воспитывать в себе лучшие человеческие качества. Клянемся! И честью и достоинством нести звание класса героя именем Василия Афанасьевича Гузунова. Клянемся! 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 Надежность и качество за приемлемую цену. Компания Агротек с этого года стала официальным дилером китайской техники «Зум Леон» и уже успела зарекомендовать представляемые машины в пензенских фермерских хозяйствах. Какие именно преимущества данных тракторов выделяют сами сельхозпроизводители? Расскажем далее. В селе Кукарке Белинского района КФХ «Венера-1» работает вот уже 30 лет. И вот недавно, буквально с этого лета, фермеры взяли на вооружение современный трактор компании «Зум Леон» марки РН-1104 и уже оценили купленный образец. Пока вот уже полгода мы работаем с «Зум Леоном». Показал себе этот трактор с хорошей стороны. Во-первых, мощность побольше, комфортности лучше, уже с кондиционером работать приятнее. «Зум Леон» пригодился и в товариществе на вере имени Димитрова. Здесь он работает на полной загрузке. Главная и ежедневная задача – развозить корм для коров и другие грузы. Для него тащить за собой 16-18 тонн – обычное дело. Поэтому остановились на нем, более удобен, тяговит. Как видите, у него очень большая светлая кабина, кондиционер. Там, где другой трактор уже давно бы перегрелся, «Зум Леон» продолжает работать, прежде всего благодаря мощному двигателю и улучшенной системе охлаждения. Но любая, даже самая лучшая техника, рано или поздно ломается. Поэтому, когда в фирме «Агромакс», занимающейся выращиванием овощей открытого грунта, решили приобрести еще один трактор, вопрос сервисного обслуживания сыграл свою решающую роль. Менеджеры, кто занимается реализацией тракторов, они неплохо выступили, заинтересовали нас. Опять же, ценовая политика была неплохая. И главное, основной, наверное, критерий, который подтолкнул нас к правильному выбору, это то, что нас уверили в достойном сервисном обслуживании. Трактор «Зум Леон» – пример идеального соотношения цены и качества. Круглосуточный сервис и наличие склада запчастей в Пензенской области. Да и практически все покупатели отмечают заметную экономию при обслуживании и расходе топлива. Поэтому нередко фермеры при покупке второй и следующей машины останавливают свой выбор конкретно на этом бренде, уверенно занявшем свое место среди своих импортных аналогов. Настало время новостей спорта. О них сегодня вам расскажет мой коллега Петр Голубев. Петя, здравствуй. Добрый вечер. Чем будешь радовать сегодня? Ну, радовать все-таки в первую очередь будут наши спортсмены, которые продолжают побеждать на соревнованиях самого разного уровня. И обо всем этом после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Иди туда. Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. Первенство мира по самбо получилось триумфальным для спортсменов из Пензенской области. Сразу два представителя нашего региона привезли оттуда золотые медали. Это дебютантка турнира Софья Салуянова и теперь уже трехкратный победитель соревнований Илья Затылкин. О том, какими получились их поединки в Армении, они рассказали на пресс-конференции в Министерстве физической культуры и спорта. Три первенства мира, три золота. Таковы итоги выступления в этой возрастной категории для Ильи Затылкина. Зареченский самбист в 2020 году сходу заявил о себе и с тех пор ни разу не возвращался домой без главной награды. Сам Илья рассказывает, что по сравнению с предыдущими соревнованиями, волнения стало куда меньше. На турнире, который прошел в Армении, представитель Пензенской области провел четыре поединка. Два из них завершились болевыми приемами, еще пара были выиграны по баллам. Самым тяжелым, как и полагается, вышел финал. Был момент в финальном поединке, где проводил болевой на руку, болевой прием. Вот, уже думал, что все, поединок сейчас закончится, противник сдастся. Но случилось так, что терпел, обладал силой воли, хороший казах. Вот, не сдался, поединок продолжился. И все началось заново, и доборолись до конца. Мы сделали все, что от нас нужно было. Вот мы выиграли. Поэтому очень рад этому. В числе победителей турнира оказалась еще одна представительница нашего региона, Софья Салуянова, воспитанница спортивной школы Бессоновского района. Для нее это первенство мира стало дебютным и сразу же принесло золото. Первая схватка у меня была с казахской, а вторая схватка была с девочкой из Сербии. Все схватки были достойны, я считаю. Было сложно, наверное, первые секунды было страшно, а потом волнение улетучилось, и все было хорошо. Занимается Софья Салуянова под руководством отца. Он признается, что тренировать своих детей сложнее, хотя в итоге это принесло высокие результаты. Наверное, к своим детям идет двойной спрос. И, конечно, если бы была своевременная возможность кому-то тренировать, я бы, наверное, не стал своего ребенка тренировать. Теперь спортсмены начнут подготовку к следующим турнирам. Софья Салуянова в ноябре выступит на первенстве Приволжского федерального округа, а Илья Затылкин проверит свои силы на взрослом уровне в Кубке России. И Дизель продолжает радовать своих болельщиков. Выездную серию наши хоккеисты начали с победы над тульским клубом АКМ. Явного преимущества не было ни у одной из команд, хотя пензенцы все-таки больше угрожали воротам соперников. В итоге заброшенные шайбы зрители увидели лишние кватри матча. Открыли счет подопечные Алексея Медведева. Никита Свинцитский перехватил шайбу в чужой зоне и переиграл голкипера. Правда, вскоре хозяева восстановили равенство. В результате матч довели до овертайма, где свое слово сказал лучший бомбардир желто-черных Даниил Лапин, который принес победу Дизелю. Вот, поехал Буринов. А это Лапин. Лапин на скорости. Лапин. Бросок – это гол. Это гол. Даниил Лапин забивает и приносит победу Дизелю. 2-1 – тяжелая победа Дизеля. А уже во вторник наши хоккеисты встретятся со столичной звездой. Юность в минувшие выходные только начала свое выступление в рамках регулярного чемпионата высшей лиги. На своем паркете наши баскетболистки дважды принимали клуб ЧГУ «Атланта» из Чебоксар. Первый матч для красно-белых сложился очень удачно. С самого старта встречи хозяйки паркета захватили преимущество и в дальнейшем наращивали его. В итоге это вылилось в разгромную победу с перевесом в 31 балл – 81-50. Не поймите! Не поймите! Не поймите! Не поймите! Не поймите! Отступи! А вот в ответной игре так же легко заработать победу не получилось. Активнее матч начали уже гости. После первой четверти они были впереди на 6 баллов. Такая же разница осталась и к большому перерыву. В третьей 10-минутке подопечные Дмитрия Нестеровского сократили отставание. Но заключительный отрезок вновь остался за командой из Чебоксар. 70-81. Юность терпит первое поражение в сезоне. А уже 26 и 27 октября на своем паркете будет принимать клуб «Волокжанка» «Вологда-регион». А вот представительница Пензенской области Анастасия Новичкова уже стала чемпионкой всероссийских соревнований по акватлону, которые проходили в Саранске. Причем это был ее первый турнир. О том, как ей удалось завоевать победу, а также подробнее о новом для нашего региона виде спорта, узнаете из следующего репортажа. Под водой Анастасия Новичкова чувствует себя так же комфортно, как и на суше. Раньше девушка занималась плаванием, но когда поняла, что прогресса в результатах нет, решила найти для себя новый вид спорта. И ее выбор пал на акватлон. Дисциплину для нашего региона совсем новую. И здесь успехи не заставили себя долго ждать. На всероссийских соревнованиях в Саранске, которые стали для пензячки первыми в карьере, она сразу же одержала победу и стала кандидатом в мастера спорта. Также область там представлял Иван Михайлов. Мы вообще не ожидали. Мы ехали просто попробовать, посмотреть, что это такое, что да как. А получилось очень даже крутой итог. Вообще никто не ожидал. Ну, конечно, готовились к разным исходам событий, но вот мы очень рады, что так получилось. Бой в акватлоне состоит из трех раундов по 30 секунд. Главная цель каждого – снять ленту, закрепленную на ноге соперника. Противостояние продолжается до двух побед, но, может быть, и ничья. В таком случае назначается дополнительный этап, где спортсмены должны подобрать ленту со дна бассейна и подняться на поверхность на скорость. Как показала практика, в основном идет борьба, но из-за того, что задержка дыхания у наших спортсменов, так как они пловцы, гораздо лучше, чем у их соперников, мы смогли их на задержке дыхания просто на дне продержать раунд 30 секунд и уже на всплытие срывали просто ленту. Тем самым сначала с нами не могли понять, что с нами делается. В ближайшее время Анастасия Новичкова продолжит подготовку в бассейне Дворца водного спорта «Сура». А уже в ноябре ее ждет не менее статусный турнир – первенство Приволжского федерального округа, которое пройдет в Саратове. Это все события к данному часу. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А дальше в эфире смотрите фильм «Отдать концы». Апокалиптическая комедия о забавных обитателях деревушки на краю земли. Поверив в конец света, каждый из них отваживается сделать то, на что никогда не решался. Хорошее кино в 20.00 на телеканале «Экспресс». А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Ночью 0, плюс 4, днем плюс 2, плюс 3. В Пинзе ночью плюс 1, плюс 3. Ветер северный до 5 метров в секунду. Днем в областном центре плюс 4, плюс 5. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok